Девушки отдыхают Также снимались Ганс Йоркфельми, Хорст Франк, Вернер Брунс, Карл Ланге. Автор сценария Герберт Рейнекер. Музыка Ганса Мартина Маевски. 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 Номер 7 к заходу на цель готов. Номер 7 к заходу на цель готов. Открыть огонь. Номер 7 огонь. Это что за сумасшедший? Энрих Марсель, Гармайор, точно в цель? Это я тоже вижу. Девушки отдыхают. Да он это заслужил, я считаю. Все время хочет высунуться, все время лезет вперед. Вовсе нет. Ну да, я опустился немножко ниже, чем нужно, но это еще не причина. Сказал неумеющий плавать и захлебнулся. Прекрати ерунду, Молоти, я хочу вам сказать, что случилось. Они все время придираются. Ну да, я делаю много глупостей. Ну и кого им постоянно удается застукать? Меня? Может, дело в том, что ты делаешь больше глупостей, чем остальные? Смирно. Продолжайте. Йохан, пожалуйста, пойди сюда. Ах, как все это чрезвычайно печально. А я так не думаю. Ты слышал, Роберт, как они опять меня смешали с грязью? Из-за дела? Ну вот, теперь и ты тоже. Ну да, я знаю, но ведь я молюсь каждый вечер. Господи, дай мне хоть немного дисциплины. Будешь продолжать в том же духе, они тебя вышибут отсюда, Йохан. Лучше всего я чувствую себя в воздухе, когда ни одного хрена вблизи нет. Как завтра. У меня полет на ориентировании, только по карте. Знаешь, вот это дело. Субтитры сделал DimaTorzok Здрасте, можно спросить? Скажите, где это я? Вон там это Кирхдорф? Да. Ну а я что говорю? А холм там это, это, как он называется? Риденвеллеркопф. Риденвеллеркопф? А, тогда все в порядке, спасибо. Эй, что здесь случилось? Извините, сейчас. Что за черт? Приземлиться прямо посреди дороги. Не может быть. Что-то случилось? Нет ничего, но скоро случится. Приземлиться на дорогу? Этого нельзя так оставить? Нет, конечно, герма-йор, но я хотел сказать, я и Марсель, мы вместе выросли. Мы живем в одном и том же доме. Марсель такой увлекающийся. Готовится к построению. Заметно. Может, немного легкомысленный, потому что такой темпераментный. Старина Йохан, что за унылое лицо? Сейчас разрыдаемся. Оставь его, есть из-за чего. Ах, неужели они его выкинут? Да не сделают они этого. Ни его. Не знаю почему. Меня бы вышибли, если бы я это натворил, а его нет. Как подумаю, что не смогу летать с ума ночи на ее сходить. Так сказал сердитый мальчик, пожалев, что был нахальным. Замолчиться со своими стишками не могу их больше слушать. Строится. Черт, только этого не хватало. Энрих Марсель, я вынужден объявить вам строгий выговор. И обращаю ваше внимание, что при следующей выходке вам придется считаться с исключением из училища. Я назначаю вам четыре недели запрета на полеты. Становись. Обер-лейтенант Гик, можете уводить. Роберт, я этого никогда не забуду. Направо. Шагом марш. Энрих? Оберст? Вы не считаете, что ваша фуражка сидит косо? Нет, да, Гэр Оберст. Так точно, Гэр Оберст. Вы должны знать, как следует себя вести будущему офицеру. Так точно, Гэр Оберст. Вы слушаете особое сообщение и комментарии Рейхс-правительства по безуспешным переговорам о вопросе Данцикского коридора. Добрый день, Герр Коля. Добрый день, спасибо. Эй, а ты что скажешь о положении? В каком положении? Рейхс-правительство еще раз излагает свою позицию. Польское правительство должно было в течение дня послать в Берлин переговорщика со всеми полномочиями. Ты что, радио не слушаешь? Дело дрянь. Дрянь? Так оно часто выглядит, Коля. У меня сегодня было хуже. В штат Танцайгере уже что-то написали? Нет, еще ничего. Всем привет. Это ты, мой мальчик? Здравствуй, мама. Смотри, что тебе сын принес. О, Йох, спасибо, но это же дорого. Здравствуй, папа. Почему дорого? У меня есть знакомый в цветочной лавке. Добрый день, Йохан. Секунду, извини. Это тебе, тетя. О, Йох, благодарю. Как дела, отец? Опять работу домой по воскресеньям берешь? Я должен, мой мальчик, но сейчас я закончу. Да, пока я здесь, тебе все равно не удастся работать. А где Роберт и Марианна? Они должны были уже подъехать. Эй, Роберт. Да, мы идем. Могу я снять китель? Или здесь за дверью полковник прячется? Он опять за меня взялся. Почему? Разве что-то случилось. Что, боитесь? Я за тебя всегда боюсь. Самое опасное для него, это, видимо, не самолет, а начальники. У тебя зуб на Фенрихов, тетя Ирена. На Фенрихов, мой дорогой Йохан, приятно любоваться. Но они почему-то все время напоминают мне малых щенков. Их обучает куча трюков, но вот думать самостоятельно они не умеют. Да здравствует мудрый стариков, милая тетя. И кофе, который мы скоро будем пить. Готово. Это Роберт и Марианна. Привет, Марианна. Добрый день, Йохан. Что? С чего это? Из-за него. Если бы не он, то у меня сегодня был бы плохой день, очень плохой. Да, почему? А, да прекрати ты. Почему прекратите? Это ведь правда? Добрый день, сударыня. Добрый день, Роберт. Если бы не он, то я бы уже, наверное, больше не летал. Я до сих пор не понимаю, почему меня не лишили увольнительной. То есть ты все же опять что-то наделал. Но ты же знаешь, отец, я всегда что-то делаю, только, к сожалению, не всегда то, что нужно. И я восхищаюсь людьми, которые всегда знают, что нужно делать. Ты, например. И он тоже. Это видно уже потому, что он женился на Мариане. Да ты что? Давай садись, герой. Спасибо. Я завидую ему из-за двух вещей. Из-за Марианы? И потому, что он всегда знает, что правильно. Ну-ну, не надо прибедняться. Смотри, не перехвали его. Я считаю, что Йохан вполне может равняться на Роберта. Ведь он, по меньшей мере, очень разумный человек. Ах, тетя, а я что? Ты? Да ты вообще еще ничего собой не представляешь. И чувствую себя при этом превосходно. Глупо, но... Что? У нас не так уж много времени. Я хотел еще с Робертом и Марианой сходить на яхте. На яхте? Ведь вы в последнее время часто ходите на яхте. Да, каждое воскресенье. Ну, вот и она. Привет, Беата. Привет, Йохан. Почему так поздно? Тебя в армию так не возьмут. Мой велосипед сломался, я приехал на автобусе. Я привезла пироги из дома. Привет, Мариана. Привет, Роберт. Наверняка снова пирог с голубикой. Привет, Беата. Куда сегодня? Да не кольские. Танцевать. Замечательно. Эй, эй, привет, Йохан. Это остальные. Привет. Да это Зомер и Дросте. На Ван Зе снова вышла половина ВВС. Вы слышали радио? Нет, а что? Потому что пахнет войной. Говорят о запрете на увольнительные. Ты слышал, Роберт? Да, они об этом весь день передают. Война? Ты правда так считаешь? А, они так много всего говорят по радио? Да, это полная ерунда. Ну, вперед. И все-таки война началась. И мир изменился. Как будто у него два лица, и теперь он показывает другое. Темное, жестокое, немилосердное. Улицы пришли в запустение. Дома горели. Глубы дыма завесили небо. Везде прах, руины. Польша, потом во Франции. Война идет дальше. И вот уже немецкие самолеты на другой стороне Ла-Манша. Пока еще голоса страха и разума заглушаются фанфарами победы. Но в действительности уже началась трагедия германской молодежи, идущей на гибель со слепой верой. Субтитры создавал DimaTorzok Я Дора-2. Готов. Поздравляю, будет классный вечер, Йохан. Дора-3, Дора-3. Роберт, что с тобой? Я Дора-3, Дора-3. Попадание в мотор. Надо убираться. Ну что, что скажете? Его еще не нашли. Что значит не нашли? Я сам видел, как он опускался на воду. Он должен выйти, выбраться. Я же передал координаты, где это случилось. Но его еще не нашли, Марсель. Хотя наши самолеты постоянно обыскивают этот квадрат. Кроме того, скоро будет совсем темно. Марьянна, какая тогда тяжелая ситуация на море, вы сами знаете. Пожалуйста, отбиваю. И это тоже. И то тоже. Платите, господа. Что такое? Ты не участвуешь? Да нет, конечно, участвую. Выключите, наконец, эту музыку. А почему? Почему? Потому что я просто не могу ее слушать. Да прекрати. Да, но он из-за этого не вернется. Ну что, нашли его? Нет, но ищут. Успокойтесь. Может, так и будет, как вы думаете. У тебя четыре сбитых самолета, у меня пять. А у тебя два. Ой, извини, теперь уже три. Но и они ведь тоже стреляют. Так что это вполне нормально, что они и попасть могут. Так что давай, включай музыку. Привет, Марсель. Они нашли его. Он жив? Где они его нашли? Где-то на побережье. Береговая охрана. Роберт, старина, ты жив? Я уже начинал бояться, что ты утонул. Да, оставалось немного. Этого бы молодца, я бы искал по всей Англии. И он бы у меня ответил, я бы его послал за тобой. Да, это бы меня наверняка утешило. Все-таки что-то случилось, Роберт. Да нет, просто... Ты знаешь, целую ночь в воде. Я имею в виду, что ты не знаешь, найдут ли тебя, ничего не видишь, ничего не слышишь. Только проклятое море вокруг до тошноты. Но ведь они тебя нашли, все в порядке. Роберт, Роберт! Привет, привет, как дела? Ты что, на флот перешел? Как водичка? Не знаю. Чисто лошадь в ванной. Краузе считает, нет судьбы суровее, чем стоять под душа ледяной струей. Говорит Торопыга. Эй, ребята, самая последняя новость вы еще не знаете. Нас передислоцируют в Африку. Только представьте себе, пальмы, пустыня, арабы, танцы живота. Африка, с ума сойти. Если не утонул, значит, умру от жажды. А путь в Африку лежит. Роберт, скажите? Мне отказывает голос. Пролегая через Париж, где много красоток. Знаешь, Роберт, мы ведь можем пригласить Мариану. Мариану куда? Да в Париже, старина, устроим как-нибудь. Но, Йохан, если это получится... Конечно, получится. Ах, Париж, такой прекрасный. Охотно верю, я ведь его совсем не видел, только комнату. И номера в отеле в Париже прекрасны. Повтори. Номера в отелях в Париже прекрасны. Ты видел горничную? Ага. Я сказал ей, что мы женаты. Она была так испугана. Ну, они здесь к этому непривычны. У нас больше нет времени. Йохан ждет внизу. Вы тоже играете? Да так, совсем немного. Не хотите со мной поиграть? Пожалуйста. Отлично. Роберт? Мы все время ходили вокруг да около, и ты боишься, что я начну говорить об этом? Я не знаю, что ты имеешь в виду. Ты знаешь, это очень хорошо, для тебя это невыносимо. Что? Война, я об этом говорю. Почему? С чего ты взяла? Мне не надо было приезжать сюда, неправда? А сейчас ведь стало еще хуже. Вы француз? Это важно? Нет? Ага. Мне кажется, это удивительным. Гастон Анрош. Да, мсье. Вы тоже? Нет, спасибо. Вы пермете? Да, это действительно удивительно в этом мире, где каждый должен знать, кем является его собеседник, и в котором каждый хочет изо всех сил врезать. Другому. Ансет. На вас надо было бы написать «Идеалист». Да, и как вы это поняли? Я не знаю, это просто заметно. А «Идеалист» — это плохо? Прошу. О, нет-нет, не так. Вы выглядите, будьте собираетесь стрелять, расслабьтесь. Полегче. Да, так, вот так, хорошо. Да, чтобы ответить на ваш вопрос. «Идеалисты хороши и плохи одновременно». Ясно одно, их следует пожалеть. Вы... Вы... Вы своего рода игра природы. Без сомнений. Мерси, гарсон. А вам, сант-мсье. А вы... Вы игрок в бильярд, да? Да-да, да-да. Да, я долго искал приятного занятия. И это оно и есть. Бильярд занимает меня и никому не причиняет вреда. Неуважение к моему возрасту, что... Хотел бы я знать, что вы думаете о войне. Ничего. Я скажу вам это, если буду уверен, что вы меня не понимаете. А, вот он где. Смотри-ка, играет в бильярд. Ну, Йохан, пойдем. Представь, вот это миленький маленький Кертис, а это миленький маленький Хэрригейн. Давай, бей. О, пардон. Да их уже забили. Привет, Йохан. Ну, наконец-то, это Роберт. Извините, месье. Оревуар. У нас нет времени, Роберт. Да, мы уже можем идти, Марьяна подвезет нас на аэродром. Хорошо. Попрощался ты уже наверху, да? Пока. Сыграем? Да, охотно. Террибль. Да, чуть не забыл. Оставьте за мной номер. К Рождеству. Оревуар. Что, так ужасно? Да, видеть, как такой человек, как я, может быть уверен, что проживет дольше, чем они там. Приказ, да? Приказ, да? Приказ, да? Приказ, да? Хэрри Кейн, и справа внизу. Понял, свободной охоты. Я Эльба-14, атакую первого. Внимание! Да что там такое? Что случилось? После сильной схватки горит Дора-4, Гармайор. И как долго это длится? У ребят осталось немного горючки. Давай вооружение. Да, работы у них немало. Подбили? Эльбе-14-2. Ну, всего хорошего. Спасибо, Гауптман. Ну, как ситуация? Еще кого-то надо вывозить? Пока все в порядке, Герр Гауптман. Все еще в воздухе. Йохан, один за тобой. Уже заметил, спасибо. Я Эльба-14. Эльба-14. Подбили мотор. Горит. Прием. Что случилось, Йохан? Эльба-14. Температура масла растет. Эльба-14. Я Дунай. Будете садиться на вынужденную? Ваша позиция. Прием. Я Эльба-14 Дунаю. Мотор дымит. Позиция 19 километров, западнее Колуна. Тяну дальше. Отбой. Огребаная. Следует сказать ему, что и в воздухе надо вести себя цивилизованно. Ну, так подготовьте соответствующие указания. Для меня важно, чтобы все вернулись. Первый сбил в 12 часов 2 минуты. Эмиль Дора-1. Хэрикейн. Прыжок не наблюдал. Здорово выглядит, да? Как вам с этим вообще удалось сесть? Ну, сел бы я в любом случае, голубчик. А второй самолет, Энрих? Тоже Хэрикейн. 12 часов 10 минут. Эмиль Дора-3. Привет, Йохан. Ну и как это, когда слышишь песни ангелов? Будет продолжать в том же духе, будет петь вместе с ними. Черт возьми, это напоминает мне мою мать. Она говорила, милый мой мальчик, ты все, что хочешь, можешь сломать. Ну как, была она права, что скажешь? Да, ему опять повезло. Да он подписался на удачу, сколько у тебя? Два. А у меня только один. Давай, садись. Почему у тебя всегда на один больше, чем у меня? О, Йохан, как я испугался. Какова судьба пилота, Фенрих? Неизвестно. Почему испугался? Да потому, что ты так там яростно летался. Он думал, они хлопушки будут кидать, а оказалось, полно аккуратных, маленьких отверстий. Скажет, ты их что, собираешь? О чем ты? Я считаю, что я делаю все правильно. Когда они начинают вставать в карусель, надо влезать и разбивать их строй вверх-вниз. Это сумасшествие, Йохан. О, Фенрих, Марсель. Герр-майор, как до меня дошло, вы сбили не двоих, а троих. В вашей машине тоже кранты. Зайдите потом ко мне. Так точно, Герр-майор. А чей-то пес? Он приблудный, Герр-майор. Приблудный? Да, так он и выглядит. Ты слышал, зайти к нему. Чего ему опять от меня надо? Он скажет тебе то же самое, что и я говорю. Ты летаешь как сумасшедший. Очень рад вас видеть, Марсель. Боялся уже, придется вас вывозить. Спасибо, Герр Гаупман. Все обошлось, может быть, в другой раз. Да, опять чай, ничего нормального у вас нет? Парень с пивом сегодня не приехал, Герр-лейтенант. И это они называют Великогерманским рейхом. Привет. А это кто? Умтерофицер Клейн. Переведен в третью эскадрилью. Буду спать здесь. Да ты что? У нас тут есть детское отделение? А ты с собой прихватил свой миленький маленький самолетик? Что вы хотите сказать, Герр? Извините. Не знаю. Умтерофицер Клейн. Я новенький. Да ты что? Да, так он и выглядит новеньким. Разве он не выглядит как новенький? Еще как. Очень даже как новенький. А ты что думаешь? Такого нового новенького я уже давно не видел. Смотри, у него даже складки от утюжины. Да, и правда. Интересно, он их сможет вывезти? Что вы хотите сказать, Герр Оберфенрих? И что ты тут хочешь, скажи нам? Я истребитель. И мы должны в это поверить. Я прямо из летной школы. Тоска обоевает нас так быстро, по школе и по детству. Прям печаль. Ах, оставь, а то он обидится и уйдет. А нам будет нечем пугать англичан. Здесь есть свободная кровать. Спасибо, Герр Оберфенрих. Извините, Герр Оберфенрих. Я видел, вы вернулись с боевого вылета. И что? Сбили кого-нибудь? Да, двух. Поздравляю, Герр Оберфенрих. А я их вообще еще даже не видел. Вы еще успеете их увидеть. Они ведь как раз ждали такого малыша, как ты. Что вы хотите сказать, Герр? Ах, оставьте его в покое. Вы действуете ему? На нервы ты хочешь сказать? На нервы люди действуют себе сами. Я знаю таких. Рамсфельд. Герр Майор. Запишите на завтра в 8.10 сопровождение штук и итальянских бомбардировщиков на Тобрук. Завтра в 8.10 все эскадрильи сопровождение на Тобрук. Приготовьте приказ. Так точно, Герр Майор? Оберфенрих Марсель по приказу явился. Ну, подходите поближний, удачник. Знаете, почему я вас вызвал? Я... Я не знаю, Герр Майор. Мне кажется, у вас большой опыт по части неприятных разговоров с начальством. Так точно, Герр Майор. По крайней мере, об этом говорит ваше личное дело. Должен признаться, это самое впечатляющее личное дело во всех ВВС. Так точно, Герр Майор? Не надо, Майор. И так точно, тоже можете каждый раз не повторять. Садись, Марсель. Скажите-ка, вам нравится летать? Да, я... Да, так точно, Герр Майор? А почему вы тогда летаете, как самоубийца? Да, вы именно так и летаете, Марсель. Вы входите в строй вражеских самолетов, что противно всякому тактическому опыту. Как будто это безобидный рой мух. А потом возвращаетесь домой в виде ситчика для чая. А завтра вы, может быть, вообще не вернётесь домой? И тогда Гаутман Грузенберг полетит вывозить вас. Вы этого добиваетесь? Нет, Герр Майор, я... Поймите меня правильно. Я как командир могу с полным основанием похлопать вас по плечу и сказать, «Великолепно! Молодец, Марсель!» Но я этого не скажу. Разрешите мне провести сравнение. Я окажу себе отцом, у которого много сыновей, и который хочет, чтобы они имели успех, но который не хочет их потерять. Вы понимаете, что я думаю о своих сыновьях? Кто они и кем они хотят стать? Видите, это занимает мои мысли, Марсель. Кто вы и куда вас это всё приведёт? Можете мне это сказать? Я Герр Майор. Кем я должен и хочу стать? Я хочу летать и сбивать самолёты. Этого слишком мало, Марсель. Для того, что от вас будут требовать со временем, и со временем будут требовать всё больше. Лётчик-истребитель постоянно находится рядом со смертью. А это требует силы. Силы, которая исходит от личности, если вы хотите и дальше выдерживать эти встречи со смертью. Так, а теперь о другом. Пора хоронить самого старого оберфендриха Люфтваффе. Я сообщаю вам о присвоении звания лейтенанта. Поздравляю вас. Благодарю, герр майор. Я тоже поздравляю, Марсель. Большое спасибо, Галпман. Я пришлю вам кое-что из выпивки. Так точно, герр майор. Поздравляю, Марсель. Спасибо. Я благодарю вас. За что? За то, что вы сказали о сыновьях, которых мы теряем одного за другим. Что это? А, это по-арабски, нас не учили. А у Марселя действительно больше всех сбитых самолетов в эскадрилье? М-м-м, да, это так. Что, нравится тебе это? Да, мне кажется, это очень тяжело. Я имею в виду... Там ведь они в воздухе, и нужно делать все правильно. Да, это не тяжело. Надо просто подобраться и стрелять. Да, все миленькие, маленькие, выраженята, очень сердиты на нас. Ну да. А завтра? Завтра вылет будет? Каждый день, Кляйн. И там нужно следить за всем лучше, чем сейчас. Ой, извините, но ведь Марсель это... Герой, да? Да. Я хочу тебе кое-что сказать, Кляйн. Он хочет получить рыцарский крест, и я хочу. Мы все этого хотим, но болтать об этом много не надо. О, народ, что это? Новая пластинка? Откуда? Это я привез? Да ты что? Она мне очень нравится, я знаю на ней каждую ноту. Я Герой Берфенрих. Если хотите, я дарю ее вам. Спасибо, но подобные вещи здесь принадлежат всем. Кстати, а почему Берфенрих? Вот уже три минуты, как я самый молодой лейтенант немецких Люфтваффе. Здорово, поздравляем. И майор Сазалон передаст нам кое-что. Поздравляю, Герой Берфенрих. Герой Лейтенант. Спасибо, Кляйн. Завтра знаешь, ты полетишь со мной, понял? Так точно, Герой Лейтенант. Как дела, Эльба-3? Спасибо, Эльба-14. Я Эльба-Антон. Всем прекрати частные разговоры. Я Эльба-14, Антону. Впереди Хэрригейн на 11, примерно 40. Прошу разрешения на свободную охоту. Я Антон, Эльба-14. Охоту разрешаю. Всем остальным оставаться при штуках. Я Эльба-Антон. Всем набрать высоту. Я Эльба-14 для Эльба-3. За мной. Черт побери, там что-то случилось. Английский, еще один. Где Эльба-14? Внимание, где Эльба-14? Прочь, один за тобой. Готов, Эльба-2. Поздравляю. Внимание, где Эльба-14? Что с Марселем, сбили? Где Эльба-14? Где? Где? 20 километров южнее Сиди Абдель Романа. Я Эльба-14. Я Эльба-14. Сажусь на вынужденную. Я Эльба-14. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... 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 Вы только посмотрите на него. Молодец, парень. Что он вытворяет? Берем его с собой. Зачем одеваться, когда нет времени? У вас часто так? Что, милое местечко? Матс считает, что у меня здесь спокойная жизнь. КОНЕЦ Ну что, как дела, Зомер? Хорошо. Восемь сбитых у Ольбы-14. Восемь? Этого еще никто не делал. Восемь. Уникально. Восемь за день. Классно. Йохан, Йохан. Эй, эй, эй. На Южном фронте в Африке лейтенант Люхтваффе Ганс Йохим Марсель увеличил число сбитых им самолетов до 54. Фюрер присвоил ему рыцарский крест Железного креста. Да, мальчик будет гордиться, а, мать? 54 сбитых самолета. Да, я не знаю, я думаю... Ей бы больше понравилось, если бы он сидел дома на диване. И мне тоже. Йохан очень честолюбивый, он всегда был таким. Лучше бы он таким не был. Мы поздравляем Марсель и желаем вам и на будущее ни пуха ни пера. Равнение на середину. Вольно. Благодарю, господа. Разойдись. Внимание, равнение направо. Ну вот, ты все-таки успел раньше меня. Мне кажется, я тебя уже не нагоню. Такой миленький, маленький, мужской, модный аксессуарчик. Ну что, Йохан, тебе идет. Однажды наш мальчик штаны натянул, и что же случилось? Мужчиной он стал. Да, а это от меня. Погодите. Что случилось? Тоже хочешь речь толкнуть? Мы успели вовремя. Наша третья эскадрилья подготовила тебе подарок. Пока не надо заходить, ты все равно его сейчас увидишь. Мы не посчитались с затратами и очень старались. Ладно, не затягивай. Шедевр организации, прошу. Ну что, с сегодняшнего дня ваш верный слуга. Маттиас, как личный денщик, может позволить себе теперь непринужденно приветствовать обер-лейтенанта Марселя. Да, он все делает, стирает, готовит еду, смешивает коктейли и вносит в жизнь разнообразие. Вперед, Маттиас! Британское контрнаступление достигло своего апогея. С подавляющим преимуществом в материалах и людских резервах все новые и новые дивизии устремляются против солдат Роммеля. Тобрук был сдан. Теперь ударное острие танковых сил врага достигло Абдель-Газалы. Германские войска заняли новые позиции и нанесли англичанам тяжелые потери. Германские истребительные части оказывают героическое сопротивление британской авиации, значительно превосходящей их в численном отношении. Это мы заметили, правда? Но африканский корпус действует. Мужество германских солдат и их боевой дух не сломлены. Так точно, он прав. Где там прячется мой миленький маленький боевой дух? Я же ведь его не потерял. Рост. Они доверяют своему военачальнику, генералу фельдмаршалу Роммелю. Его танки несут смерть в ряды атакующего противника. На километры виден дым от горящих британских танков. Непрерывно ведут огонь германские зенитные орудия. Господа, мне не нужно объяснять вам, каково наше положение. Пока что мы не можем рассчитывать на запасные самолеты. Материала мало. Топливо у нас всего на несколько дней. И все это, как назло, именно тогда, когда у противника над нами значительное численное преимущество в воздухе. Я знаю, что требую от вас многого из того, что почти невозможно. Но у нас нет выбора. Заголовки. Немецкий герой в африканском небе. 20 сбитых самолетов за три дня. Заголовок. Дубовые листва для Марселя. У него снова пять. Что такое? Военные корреспонденты, георобер-лейтенант. Поздравляю, георобер-лейтенант. Ладно, давай не тяни. Отойдите от солнца. Не хотите сказать пару слов, георобер-лейтенант? Отвяжитесь от меня с этой штукой. Может, ты сам в него что-нибудь скажешь. Все равно никто не заметит. Скажи, что ты сбил пятерых и довольно. Посмотрите-ка на это интервью с героем нации. Улыбка смягчила его черты. Черты героя прямо с высоты. Ну ладно, будет вам. Я бы сказал, что очень уютно, великолепно. Именно такая фотография, которую захотят иметь домашние. Поздравляю, Йохан. Спасибо. Что ты на меня уставился? Не слишком ли много для тебя? Ты видишь это по спичке, да? Нет, не только поэтому. Вы уже видели газету? Йохан на всю страницу. Ну-ка покажи. А что делают миленькие маленькие дубовые листочки? Прекрати, я больше не могу твои болтовни слышать. Эгэгэй. Прочти-ка вслух. Во время героических вылетов летчик-истребитель Йохан Марсель сбил... Прекрати. Читать дальше. На небе Африки взошла ярчайшая звезда. Что за чепуха? Какой он скромник. Ох, оставь его. Я хочу вам кое-что сказать. Мы все здесь. Мы ведь просто выполняем свою... Сейчас он скажет долг. Да, и он прав. Матиас, принеси коньяк. Коньяк, мистер? Такими молодыми мы никогда не соберемся вместе. Мы это сборище маленьких героев. Я Эльба-14, Антону сбил второго. Сто сбитых самолетов. Это мечи для Марселя. Эльба-2, внимание, в сторону. Спасибо, Эльба-14. Хопля. И не знаешь, куда взглянуть из-за миленьких маленьких враженят. Эльба-2, Эльба-2, что случилось с Эльба-2? Я Эльба-2 зацепила мотор. Внимание, Эльба-2, убирайся. Давай, пошел на выход. Это понятно, но этот чертов колпак... Редактор субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот это... это ведь для нас всех. Я имею в виду, об этом знает каждый из нас. Можно довести свою мысль до конца? Ах, все равно. Мы все... Ты, Йохан, Роберт и я... Мы все мысли, которые не будут доведены до конца. Сейчас... Сейчас начнет заикаться даже Господь Бог. Что такое, Йохан? Это ведь самолеты, ты разве не слышишь? Это не самолеты, а ветер. Но я ведь их слышал. Во сне, Йохан. Хотите стишок послушать? Пришло в голову. Закройся со своими стишками. Война, война за честь Господних ангелов. И ты здесь должен мнение сказать. Сейчас идет война, и я хотел бы, чтобы вина легла не на меня. Сейчас идет война, и я хотел бы, чтобы вина легла не на меня. Привет, Марсель. А что вы здесь делаете снаружи? Ничего, я не могу заснуть. А что с собакой? Я услышал, как он воет, а вы же знаете, я подбираю всех, кто заблудился. Если хотите, пойдемте ко мне. Я тоже засну не раньше рассвета. Садитесь, Марсель. Хотите чего-нибудь выпить? С удовольствием, если у вас что-то есть. Я слышал, вам дали особый отпуск. Съездить, получить мячи. Вы из-за этого не можете заснуть? Нет, я рад, конечно, но спать я не могу не из-за этого. Сколько у вас уже вылетов? Ровно 212. Американцы Марсель посылают своих людей домой после 50 вылетов, и точно знают, почему они это делают. Ведь после такого количества вылетов человек уже готов, спекся. Может быть, это тоже играет роль, но дело в другом. Я не знаю, как это объяснить. Я уже сбил 100 самолетов. С ними погибли по меньшей мере столько же человек. Конечно, это и со мной может завтра произойти. То есть, меня собьют, и я погибну. Но я спрашиваю себя сейчас, если жизнь обрывается так внезапно, какой она имела смысл? Какое это все имело смысл? Хе-хе-хе, Марсель, может быть, вы только посмеетесь над этим, но... Нет, здесь не до смеха, но такие вопросы, как они пришли к вам в голову? Я не знаю, я никогда ни о чем таком не думал. А теперь внезапно я вижу и все остальное, и оно всегда передо мной. Клайн. Мы ведь его забрали из пустыни, я ведь точно помню, как он появился здесь. Совсем новенький. Что он говорил, и как он лежал там. Я думаю обо всех, кто так погиб. А теперь... Теперь подошла очередь Зоммера. Завтра подойдет очередь других. Это ведь мы все знаем, но никто об этом не говорит, но ведь это так. Марсель, мне кажется, это все... Вам нужно сейчас съездить в отпуск. Такое ощущение, что вы не хотите мне отвечать. Я не могу этого сделать, Марсель, ведь речь идет о том, что вы должны летать, а о том, чтобы думать... Вы хотите сказать, я не имею права думать? Нет, Марсель. Каждый, кто участвует в войне, будь он немец, француз, англичанин или еще кто-то, если у него есть сердце и голова, он ненавидит войну. Должен ненавидеть всю эту грязь и ужас. Лично я, Марсель, я ненавижу ее. А каждый раз, когда я забираю одного из вас из пустыни, я ненавижу ее еще больше. Но я ничего не могу сделать. Ничего, как... Вы должны меня правильно понять, Марсель. Я совсем не... Я не апостол, который проповедует неприменение насилия. Своей жизнью встать на защиту чего-либо, это... Это всегда возвышенное занятие, когда речь идет о последних вещах, о свободе, правах и... И... Это не то, что мы делаем? Идите, Марсель. Да, но вряд ли я смогу сейчас спать лучше. Спокойной ночи, Гаутман, и большое спасибо. 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 Даже он еще тут. Да, каждую среду, как всегда. Странно. Почему странно? Я не знаю, тут все выглядит так, как будто... Как будто ничего не произошло. А потому тут даже немножко жутковато. Тебе не нравится? Нравится, дома здорово. Но я... У меня такое чувство, что одно из двух это сон. Или здесь, или в Африке. Дома никогда не сон. С каким удовольствием я остался бы здесь с вами? Ну так и оставайся. Не получится. Сейчас начнется пресс-конференция из-за того, что я такой знаменитый. Но ведь ты в самом деле знаменитый? Может, ты этого не замечаешь, но что про тебя написано в газетах, в кинохронике, соседи гордятся, что живут рядом с тобой. Ты тоже гордишься? Я хочу сказать... Да ладно. Это они. Мне пора. У меня такое чувство, что меня передают из рук в руки. Какая радость, что вы сейчас среди нас. Я могу сказать, что мы с восхищением следили за сообщениями о вашем беспримерном успехе в сражениях против превосходящих сил противников в бою один на один. Мы приветствуем вас как представителей героической германской молодежи, идеалом которой вы стали. Это наш Йохан Марсель. Как и вы, он сидел на школьной скамье и работал. И... Я уже больше и не помню, как вы учились. Да, так себе. Вы должны это знать. Вы ведь были его классным руководителем. Да, то есть... Да. Он всегда был темпераментным. Ну что ж, дорогой Йохан Марсель, если старому директору еще позволено вас так называть, расскажите мальчишкам о ваших приключениях. Им наверняка больше хочется послушать вас, чем меня. Прошу. Ну, в общем... Я не умею красиво говорить. Я хочу сказать, ему больше нравится гоняться за спидфайерами. Ну, в общем, это где-то правда. Сначала я должен... Лучше всего будет, если мы поговорим об Африке. Или... Я начну с третьей эскадрильи. Это... Это моя эскадрилья, и там множество... Ну да, я расскажу вам, кто в ней служит. Например, обер-лейтенант Франке. Он тоже сбил уже 40 самолетов. Мой лучший друг. Один из тех, на кого можно положиться. Я знаю его с тех пор, как мы вместе ходили в эту школу. Над Ла-Маншем в 40-м году его один раз сбили, и он плыл целую ночь. До тех пор, пока не выбрался. Но все это... На это он не обращает внимания, даже наоборот. Он взлетает снова, и снова он великолепен. И он больше боится... Я хочу сказать, за меня, чем за самого себя. Да. А еще там есть Зоммер. У него такой юмор, его ничто не может убить. То есть... То есть теперь он погиб. Да, так вот. Там есть еще несколько. Например, лейтенант Росте. Он иногда кажется странным, но... Или. Да. Извините, я просто зашел посмотреть на свой старый класс. Это ваш класс? Теперь это мой. Ваш? Почему? Я хочу сказать... Я учительница. Из-за войны учителей не хватает, а вообще-то я еще только студентка. Не может быть. Ведь учителя, с которыми я был знаком, они все были старше и... Вы можете это? Да, вам не нравится математика? Да нет, никогда не нравилось. Х — это дьявольское число. Так оно и есть. Я слышала ваше выступление. Да, оратор из меня никудышний, да? Выступать почти так же тяжело, как и то, что там на доске. Вы хотите сказать, выступать так, как этого ждут? Да. Я услышала и другое. Что? То, о чем вы не сказали. Эй, мне кажется, что вы очень хорошая учительница. Я могу даже себе представить, что вас боятся. Вы? Да, но я не хочу представлять. Я хотел бы... У вас не найдется времени для меня? Да. Я думал, вы скажете нет. Я сама не знаю, почему я сказала «да». Я... Или все же знаю. И почему же? Когда вы недавно выступали, я подумала, что хотела бы с вами поговорить. Вы наверняка очень много знаете о... Об Икс. А когда я получил дубовую листву к кресту, вам надо было это видеть. Что началось тогда? Появилась шампанское, сигары, сигареты, еда. Мне даже прислали целую газель. Это был командир штук. Да, у него были все основания для этого. Как вы думаете, что за самолеты я уже успел позбивать за его штуками? Как вам этот кофе? Ужасный. Да, и телеграммы, которые я получил. Мне кажется, сотни три. Знаете, я могу закурить? Вы знаете, мне приходится давать автографы, а письма ко мне приходят как к к кинозвезде. Да. Да, кто только не пишет. Даже предложения о женитьбе делают. Не могу пить кофе. Я тоже не могу. Да и вообще, мне нужно идти. Идти? Да. Уже сейчас? Я говорю глупости? Да. И времени у меня больше нет. Пожалуйста, не уходите. Почему? Потому что... Я и сам этого не знаю. Мне нравится, что мы здесь сидим, и мне кажется, что вы очень милая. Вы не сердитесь на меня за то, что я это говорю? Нет. Нет, не сержусь. Я сижу напротив вас, и мне все нравится. Эй, смотри, кто это? Я не знаю, что говорить. Я уже давно не имел дела с девушками. Я понимаю. Эй, как ты считаешь, мы можем попросить у него автограф? Правда? Да. Точно, точно. Геро, лейтенант. У меня такое чувство, что я могу говорить что угодно, и вы все равно поймете, что я хочу сказать. Почему вы хотите уйти? А, по другой причине. Мне кажется, это нехорошо. Я хочу сказать... Ну, наконец-то вы тоже запинаетесь. Знаете что, поедемте куда-нибудь? Я так знаменит, что мне даже предоставили машину. Хотите поехать со мной? Да. Пожалуйста, дайте, и мне тоже, пожалуйста. Как здесь красиво. Особенно после того, как целый год перед глазами была только пустыня. Здесь просто великолепно. И не только это. Что вы хотите сказать? Вы тоже. Там, вы знаете, там в Африке все такое грязное. А вы выглядите... Не смеетесь. Вы выглядите как вода. Такая чистая. Вы не знаете, что значит вода в пустыне. Я могу себе представить. Да? Я верю вам. Мы знакомы всего три часа, и я... Готов вам верить во всем. Такого со мной еще ни разу не было. Йохан, ты? Да, извини, Мариана. Это Фрейлин Бригитта Ерзен. Добрый день. Добрый день. Пожалуйста, проходите. Она студентка, но сейчас она учительница в моей бывшей школе. Мы были на Ванзее. Я подумал, что мы придем к тебе, потому что... Я рада, что вы пришли ко мне. Я совсем не знала, что ты... Что у тебя... Мы познакомились сегодня. Да. А кажется, уже давно. По крайней мере, мне так кажется. Пожалуйста, садитесь. Будете виноват, у меня есть еще. Большое спасибо. А скажите, от вас можно позвонить? Я хочу сказать, дома где я. Да, в коридоре, я покажу вам. Спасибо. Я с самого утра не звонила домой, потому что... Из-за него. Он мне нравится. Но так мало времени. Зато потом у нас будет очень много времени. Вы не боитесь этого? Если пытаться избежать всего, что причиняет боль, можно сразу сложить руки и умереть. Как она тебе, Мариана? Мне она кажется... Ты, наверное, не можешь себе представить, что я... Что именно со мной. Это жутко глупо. Но я безумно счастлив. Ты можешь это понять? Да. И как назло, завтра мне нужно ехать в штаб-квартиру фюрера из-за приема и всей той чепухи. Именно сейчас. Мариана, послушай. Не могла бы ты спуститься к моим родителям и сказать им, что я здесь? И что я потом приду вместе с ней? Но не сейчас. Потому что мы с вами почти не говорили друг с другом. Ну, конечно, Йоханн. Садитесь, пожалуйста. Я схожу за фужерами. КОНЕЦ Что, оперединат Марсель все еще у фюрера? Так точно, Гер Роберст. Встреча идет дольше, чем было намечено. Здравствуйте, Марсель. Хорошо, что я вас еще застал. Первым делом поздравление в честь мячей. Благодарю, Гер Роберст. И кроме того, вам нужно в Рим? В Рим? Сейчас? Да, Муссолини хочет вручить вам золотую медаль. Сейчас? Вам нужно ехать завтра. Все уже подготовлено. Золотая медаль, Марсель, это высшая итальянская награда. Обычно ее дают только мертвым. Может быть, он подождет еще немного? Да что вы, Марсель, вы же не думаете о таком? Нет-нет, Гер Роберст, абсолютно. Ну вот. Извините, я могу отсюда позвонить в Берлин? Конечно. Освободите линию на Берлин. Что, на вокзале вас должна встречать девушка, да? Эй, вы. Да, Гер Роберст. Вы, с вашим фотоаппаратом, идите сюда. Если уж вы здесь, то сфотографируйте нас двоих. На память своего рода. Не хотите кусочек, Гобер-альтенант? Присоединяйтесь. Нет, спасибо. Ах, приличный кусок сала еще никому не повредил. Это с Украины, да. Развиваем сельское хозяйство там. Да, я скажу вам, как там люди живут. От них надо избавляться. Сало греет душу и тело. Как говорит пословица, а это всем нам нужно сейчас. Скажите, а поезд не опаздывает случайно? Мы так медленно едем? Да нет, может быть, в Берлине вас встречают, да? Вы правы, нужно брать от жизни все, что она дает. Но, может быть, все-таки возьмете кусочек? Йохан, как здорово, что ты пришла. Я пока ехал, все время представлял себе нашу встречу. Поезда такие медленные. Да, но он теперь пришел. Это и есть мечи? Да, но знаешь, Бригитта, я должен тебе сразу кое-что сказать. Не то я сойду с ума. Ты знаешь, что случилось? Да. Мне нужно уже завтра ехать в Рим. Как? Да, я ничего не могу поделать. Что я могу сделать? Я ведь герой нации. Я не могу сказать, что я познакомился с девушкой и не хочу ехать в Рим. Завтра. Йохан, но ведь это же так скоро. Невероятно. Берлин-Рим через Галли, Нюрнберг и Мюнхен. Да, слишком мало времени, ты ведь почти не был дома. Но ведь я не хочу никуда ехать, еще ни разу я не хотел остаться дома так сильно. Но ничего нельзя сделать. Но ведь золотая медаль, которую тебе сейчас дадут в Риме, она ведь что-то значит. Ах, что она значит? Это ведь все не важно. Ах, поезд Берлин-Рим. Извини. Я понимаю тебя, Йохан. Мы будем часто приглашать вас к нам. Но я что с этого буду иметь? Я бы с удовольствием взял ее с собой. Сразу в Африку, да? Нет, только в Рим. А, кстати, это идея. Пожалуйста, занимайте места, закрывайте двери. Да, сейчас. Давай, Бригит, садись. Но, Йохан... Что такое? Это самое лучшее, что мне приходило в голову. До свидания. Мой мальчик, но ведь поезд сейчас отправится. Передай папе привет и позвони в школу, скажи, что она не придет. Йохан, но ведь так нельзя. Что они в школе обо мне подумают? Ну, таблицу умножения они выучат и без тебя. Но как я попаду в Рим, у меня даже паспорта с собой нет. Ну и что? Давай попробуем, игра стоит свеч. Йохан, послушай, до прощания на вокзале все еще могло закончиться хорошо, но теперь... Теперь становится опасно. Наконец-то отпуск начинает мне нравиться. А сейчас я с радостью жду приезда в Рим. Извините, вы сопровождающий офицер этого поезда? Да, Гауптман, Мюллер, 3-й батальон. А вы, вы случайно не опер, лейтенант Марсель? Вы ведь... Да, совершенно точно, это я и есть. Мне очень приятно, Герка Марат. Эта дама едет вместе со мной в Рим, но у нее нет паспорта. Ничего нет, даже зубной щетки. Нет паспорта, но ведь это же невозможно. Должно быть возможно, если бы вы знали, что у нас в Африке все возможно, даже если сначала все выглядит так, как будто ничего не получится. Мы говорим, что получится, и это действительно получается. Вы можете ее спрятать, можете позвонить со следующей станции, делайте, что хотите, но о том, что это невозможно, я и слышать не хочу, Камарат. Заранее большое спасибо. Рим. Автомобиль с шофером дает отель. Подарки, как на Рождество. Эгранда лавиатора ла Джармания. Для великого немецкого летчика. Скажи, мы для тебя все правильно подобрали? Пойдем, надень туфли еще раз. Милая, я знал, что все будет хорошо. Ведь нам хорошо? Да, это как в сказке. Почему как в сказке? Мы в Риме. Мы в Риме и вместе, это главное. Это не сказка, Бригитта. Это так, как будто чувствуется все и всей кожей. Рассказывай дальше. У вас был дом у моря. Да, из наших окон было видно море. Оно было так близко и шумело. Так шумело. Но потом я перестала его слышать. Потому что оно всегда было с нами. Да. Да, я слышу его. Ты слышишь его? Еще там были дети. Их тоже всегда было хорошо слышно. Зимой, когда они катались на коньках. И летом, когда они купались. А еще там была моя мама. И она рассказывала нам по вечерам перед огоньком истории. Она знала их очень много и очень старые. Которые потом рассказываешь своим детям, если они у тебя есть. Ну, а почему их у тебя не должно быть? Я не знаю. Конечно, у тебя будут дети. Подожди только, пока все это закончится в Африке. Йохан, не надо. Я ничего не хочу слышать об Африке. Да, господа, поднимайтесь, пожалуйста. Два человека из правительства из-за завтрашних дел. Только не стоит им воображать, что я много буду делать. Я хочу посмотреть Рим и хочу быть с тобой. Пойду оденусь. Нет, зачем? Останься. Войдите, Алланьте. Бонжорно. Бонжорно, извините, если помешали. Мы принесли вам привет от Дуччи. Речь идет о завтрашнем большом приеме, который мы готовим. И он с нетерпением ждет о Гранде Лавиаторе от Жермания. Теперь программа. Завтра в 10 утра прием в Палаццо Венеция. Дуччи вручит вам золотую медаль. Во второй половине дня прием у бургомистра Рима. После завтра в 10.30 утра завтрак с итальянским главнокомандующим ВВС. Его превосходительством генералом. Ты уже видела? Угу. Итальянцы доведут меня. Я должен мчаться с одного приема на другой. Пить шампанское, есть, слушать выступающих. И так должно продолжаться и завтра, и послезавтра. Они передают меня как почтовую посылку. Я больше с ними в эти игры не играю, не хочу больше, понимаешь? Я не допущу, чтобы они украли у меня еще хотя бы минуту. Ты знаешь, я сижу за столом, и внезапно мне становится страшно, очень страшно. Потому что они крадут мое время. Но послушай, ты ведь ничего не можешь против этого предпринять. Что? Думаешь, я не могу? Могу. Клянусь тебе, я могу. Алло, портье. Алло, портье, счет, пожалуйста. Эль конто прайго. Что ты хочешь сделать? Мы просто смоемся отсюда в другой отель, где все тихо и только гражданские. Подальше отсюда. Чтобы я мог быть вместе с тобой с утра до вечера, только с тобой. Уанту Коста? Уаранта Чинкуэ Лири, сеньора. Уаранта Чинкуэ, это ведь вы все носите. Я видел на твоих фотографиях. Тебе нравится? Да. Он принесет тебе удачу. Нам обоим. Уаранта. 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 Бел spel. Ben. Извини, Йохан, не надо ничего говорить, я знаю, о чем ты подумала, что я завтра уезжаю. Да. Это не от меня зависит, Бригитта. Конечно, это зависит не от тебя, мне не надо было ехать с тобой. Раньше все было намного проще, а сейчас... Не думай об этом, Бригитта. Как я могу не думать об этом? Я уже считаю часы. Что случилось? Что происходит? Что происходит? Роберт! Что такое? Тебе снился сон. Да, и они меня сбили. Но это нам всем иногда снится, ну не смотри так. Во сне они могут сбивать меня сколько угодно. Я хочу пить. Мне сейчас снилось, знаешь... Йохан, я должна тебе кое-что сказать. Да? Да. Иди сюда, обними меня. Йохан, я долго думал обо всем этом. И? Что у тебя вышло? Скажи, тебе нужно возвращаться? Что ты хочешь сказать? Скажи, что ты имеешь в виду. Ты сейчас сбил уже больше ста самолетов. Разве этого недостаточно? Разве им этого не хватает? Что еще они хотят от тебя? Ведь, наверное, что-нибудь можно сделать. Скажи, что ты имеешь в виду? Ты знаешь. Но я хотел бы это услышать. Скажи, Йохан, ты меня любишь? Это другой вопрос. А это я хотел бы услышать. Я не знаю точно, что ты хочешь сказать, но... Ты хочешь сказать, что нужно сбежать? Просто... Может, ты хочешь сказать, что нужно дезертировать? Но это просто слова. Да, но какие? Слушай, Бригитта, это безумие. Это невозможно. Знаешь, Бригитта, знаешь ли ты, что такое умирать? Я могу себе это представить? Тогда больше ничего нет. Ни тебя, ни меня, ни музыки, ни песен. Да, я знаю. Не всей любви. Может быть. Ты очень красивая. Но уже недолго. Йохан, скажи, что можно сделать? Я даже не знаю, что можно сделать. Но прекрати. Что можно сделать? Если бы я захотел, можно было бы сделать многое. Достаточно просто сесть на вынужденную в нужном месте у англичан. Да, Йохан, да. Но послушай, Бригитта, это просто невозможно. Нельзя. Бригитта, знаешь что? Я попрошу, чтобы они мне дали еще три дня отпуска. Они должны мне их дать и дадут. Ведь если они дают мне мечи, дубовую листву и золотую медаль, так и три дня они мне могут дать. Даже если они дадут тебе 10 дней или 20, этого все равно мало. То, что нам нужно, это вся жизнь. Ну, не надо сразу становиться слишком наглыми. Разве это называется быть слишком наглыми? Мы выпрашиваем у них три дня, но нам нужна вся жизнь, Йохан. Долгая жизнь. И не только так, но и с детьми. И море шумит. Дети катаются на санках или купаются. И кто-то рассказывает истории. Совсем старые, но правдивые истории. Да, это безумие. Извини. Здесь живет? Прего, синьора. Аки обер-лейтенант Тенетто Марсель. А, и драм на авиаторе Тедеско. Си-си, на первом пиано. Синьор Тенетте, а ведь и визиты. Роберт, старина, а ты откуда? Давай поднимайся. Мели грация, синьора. Мне кажется, что все это мне чудится. Ты что тут делаешь? У меня отпуск, я еду через Рим. Я ведь знал, что ты здесь. Это написано во всех газетах. Но ты спрятался. Это было почти чудо найти. Как ты забился? Да, сюда вот забился. Здесь просто здорово. Я сбежал от них так в своем роде, знаешь. Целый день только в гражданском. А сегодня мы хотели поехать в Рим. Почему мы? Ты здесь не один? Нет, я... Привет, Бригитта, иди сюда. Это Роберт, это Бригитта. Добрый день, добрый день. Извините, что я... Это муж Марианы, и с Марианой они уже знакомы. А, вот как? Да. Я только переоденусь быстренько, я сейчас вернусь. Извини, Йохан, я совсем не знал, что ты... Прости, я бы тогда не приехал. Да нет же, ты не мешаешь. Это серьезно? Очень серьезно, серьезнее не бывает. Поздравляю. Спасибо. Но ты не кажешься очень счастливым. Да, ты сразу заметил. Всегда сразу замечал. Хорошо, что ты приехал, садись. Слушай, Роберт. Последние дни были самыми счастливыми в моей жизни. И внезапно, все, что мы делаем, стало казаться мне безумием. Это она навела тебя на эти мысли? Да, она. Она очень логично рассуждает, знаешь. Она преподает математику. И знаешь, она говорит, мертвый муж – это плохой муж. Это вообще не муж. Йохан. Йохан мне ничего не дает. Слушай, Йохан, обо всем этом я хочу сказать. Я об этом тоже уже думал. Уже давно. Посмотри на это, Роберт. Я стою здесь целое утро и смотрю наружу. Просто смотрю наружу. Что творится? Нет, это совсем другое. Такое чувство, как будто хочется все обнять, прижать к себе. Тебе смешно? Нет. Я сам не знаю, что со мной. Я здесь так безумно красиво. Ты знаешь, летчик-истребитель в Африке живет всего три месяца. Это статистика, ты ее знаешь. И в среднем это действительно так. То, что мы еще живы, это своего рода чудо. Ты как-то сам мне сказал, что тебе страшно, но ведь ты взлетаешь снова и снова. Почему? Потому что нет выхода. Просто человек оказался внутри такой судьбы и... И... Что дальше? Есть вопросы, на которые мы не можем дать ответ. И я не тот человек. И ты, наверное, тоже нет. Что ты хочешь сказать? Что важно то, как человек лично справляется со всем этим. Чтобы это соответствовало своему характеру, и в этом нет ни трусости, или чего-то недостойного. Въезжаешь? Ну, так примерно. Человек не отвечает за положение, в котором оказался. Во всяком случае, почти всегда это так. Но... Как человек справляется с этим положением, вот что главное. И в этом проявляется личный стиль каждого. Или не проявляется совсем. Академ. 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 Пойдем? Впереди спидфайры. Я Эльба-14, пятого спидфайра сделал. Внимание, Йохан, за тобой. Спасибо, уже заметил. Ускай теперь готовится к неприятностям. Марсель вернулся. Ты не можешь передать это по рации? Я Эльба-14, еще один готов, шестой. Шесть сейчас и четыре утром, получается десять. Великолепно. Эй, привет, поздравляем, Йохан. Молодец, обер-лейтенант. Двенадцать самолетов. Что случилось? Чего вы так уставились? Двенадцать сбитых самолетов за день. Такого в мире еще не было. Я тоже смотрел за тобой в воздухе, и при этом они меня чуть не сбили. Летать парень умеет невероятно. Скажи-ка, ты там прописался наверху, что ли? Йохан, старина, окажи любезность, не становись легкомысленным. Легкомысленным я? Думай о ней. У тебя нет повода, совсем никакого, ты же знаешь. Я, Эльба-14, сбил двенадцатый. Это семнадцатый, семнадцатый за день. Внимание, Эльба-4. Что случилось, Эльба-4? Я, Эльба-4, Эльба-4, проблемы, должен садиться. Прыгать? Нет, попробуй приземлиться. Эльба-4, Эльба-4. Ты, Йохан, здорово, что ты пришел посмотреть на меня еще раз. Почему посмотреть еще раз? Ты выздоровеешь обязательно. Я всегда думал, упаду и все. Но Альбину Дрозте всегда надо выделиться. Я... Ты знаешь, мне очень жаль. Я верю тебе. Я рад, Йохан, что еще раз увидел тебя. Я всегда завидовал тебе. Но прекрати. Нет, дай я скажу. Да, я странным был парнем, да? Не больше, чем все мы. Может, это не всегда выглядело так, но я... Ты мне всегда нравился. Я хотел тебе это сказать перед тем, как дать дуба. Ты выздоровеешь, Дрозте. Врач говорит... Прекрати. Зоммер. Йохан. Зоммер сказал бы сейчас, ну... И что говорит миленький маленький врач? Нет, Йохан, нет. Я знаю, что все. И это хорошо. Знаешь, я однажды стоял у края пустыни и смотрел на песок. Как он веет и засыпает все. Да, это так. Песок веет и все засыпает. Странно, но сейчас я спокоен, что ничего не останется. Ну что, Йохан? Я разговаривал с ним, он передает всем привет и говорит, что вы не должны сидеть, как сычи. Именно это он и сказал. Так что не смотрите так, он не хочет этого. Да. А это кто? Это Кэптэн Браун, его сбил Дрозте. Роберт, поди сюда. А сейчас мы включим музыку. Румбу – это его песня. Даже если он больше и не будет ее слушать, сказал он. Румбу – это его песня, сказал он. Румбу – это его песня, сказал он. Ну, что будешь сегодня вечером делать, Йохан? Мы хотим пойти в пещеру. Да, я тоже пойду. Хорошо, что вы здесь. Да, до встречи. Да, бонжорно. Георобер-лейтенант, георобер-лейтенант, георобер-лейтенант. Вы забыли кое-что? Ну все, хватит. Георобер-лейтенант Привет, Маттиас. Герр Гаупман? Внимание, продолжайте. Ну, есть новости. Нет, Герр Гаупман. Они так шатаются по Египту. Герр Гаупман. Эль-Ба-14 проблемы. Что случилось? Эль-Ба-14. Эль-Ба-14. Сам не знаю, что-то с мотором, он дымит. Ты хочешь садиться? Пока нет. Немедленно позовите командира. Если он сядет, там англичане. Что вы хотите сказать? Они еще далеко за Эль-Аламейном. Гребаная. Как далеко еще до Эль-Аламейна? Еще 40 километров, Йоханн, ты выдержишь? Фонарь забился, я ничего не вижу. Мы поведем тебя, возьми влево. Теперь недалеко, или ты хочешь прыгать? Не знаю, дотяну ли я до Эль-Аламейна, но попробую. Лечу. Да, левый крен, может быть, ты лучше спрыгнешь? Внимание, продолжайте. Эль-Ба-14 дымит, они его ведут. Ему нужно садиться? Они еще за Эль-Аламейном, гер-майор. Еще три минуты, и мы у цели. Держишься еще, Йоханн. Мне кажется, мне надо прыгать. Эль-Ба-14, Марсель, отзовитесь. Эль-Ба-14, я Эль-Ба-Антон, вы меня понимаете? Прыгайте, убирайтесь оттуда. Где бы вы ни были, слышите? Эль-Ба-14. Эль-Аламейн, мы за линией фронта. Ну все, Йоханн, дошли, прыгай. Ну все хорошо, Йоханн выбрался. Я Эль-Ба-Антон, Эль-Ба-Антон. Ну как у него, все хорошо? Хорошо. Парашют не открылся. Что случилось? Что с Эль-Бой-14? Парашют зацепился за хвостовое оперение. Йоханна ударила о хвост. КОНЕЦ Парашют зацепился за хвост. Извините, но случилось. Он? Парашют зацепился за хвост. Парашют за хвост. Ганс, Йоханн, Марсель погиб в 23 года. Как и миллионы других молодых людей, которые могли бы жить и сейчас. Парашют зацепился за хвост.